Прямой эфир Чили, Бахрейн, США и Объединенные Арабские Эмираты В некоторые из этих стран мы поставляем нашу же вакцину Это вызывает вопросы Почему мы отдаем вакцину другим, когда самим вроде как не хватает Но люди жалуются часто Ну и второе Все равно желающих не так много, как в других странах Тоже вопрос, почему Ведь медицинские исследования говорят о том, что у нашей вакцины Спутник Ви достаточно высокая эффективность 97,6% Почему россияне тогда неохотно идут на укол? Может быть нет программы, нет мотивации Давайте вот это сегодня обсудим Чтобы замотивировало лично вас поставить прививку Ну, ты уже замотивированный Я уже поставил, меня замотивировала, да, редакция Делали проект, я привился Но все же у тех, кто не поставил прививку У телезрителей мы хотим спросить и провести голосование Подвести какие-то итоги к концу прямого эфира А что бы вас замотивировало поставить прививку? Например, есть варианты ответа Может быть вас замотивировало бы выходной Или материальное вознаграждение Не обязательно деньги Может быть, как в случае с донорами Какие-то пакеты с едой 8 800 350 57 82 Тогда это ваш номер Или звоните по этому же номеру, но в конце 83 Если вы считаете, что мотивирует возможность свободно путешествовать После прививки, выдачи сертификатов И выпуск за границу И, наконец, такой же номер, но на конце 84 Если вас мотивирует именно гарантированный эффект прививки Ведь если вернемся назад То ей всего полгода Около того и исследований точных еще Которые бы говорили об эффективности, о рисках Их еще нет, есть только предварительные Да, но предварительные тоже впечатляющие, конечно Но это вот такие основные причины Если вас мотивирует это Ну или что-то другое Звоните, рассказывайте 200 0065 Например, опыт ваших знакомых Или друзей мотивирует У них все прошло хорошо Вы посмотрели, ну и тоже решили, что нужно бы поставить Или то, что, наконец, привился президент Или вас вообще ничего уже не может замотивировать Вы твердо решили, что нет Это не мое Я не буду ставить прививку Такие мнения тоже мы выслушаем С удовольствием звоните нам Пишите в группе ВКонтакте Голосуйте там же И пишите нам в любом удобном мессенджере Мы есть везде Ну и, наверное, давай вот мы Вкратце, да, сказали, что Россия на 65-м месте Давай о ситуации в мире и в России поподробнее расскажем Из последних новостей Много говорит и вообще следит за распространением коронавируса Это Роспотребнадзор Глава его, Анна Попова, заявила недавно, что ситуация с распространением России стабилизируется По ее словам, Россия занимает 87-ю позицию Среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости При этом уточнила Попова по заболеваемости на 100 тысяч населения За весь период пандемии коронавируса Российская Федерация вообще не уходила Выше 65-й и 64-й позиции в мире Ну, наверное, есть чем гордиться Я не уверен, конечно, может быть Та же Попова сообщила, что в России выявлено 192 Случа заболевания британским штаммом коронавируса И 21 южноафриканским Глава Роспотребнадзора добавила Что в стране формируются собственные мутации вируса Которые Попова назвала сибирским И северо-западным вариантами То есть здесь уже наш сибирский вирус Да Ну и мы уже говорили, что он на 65-м месте Да, мы по темпам вакцинации Что вызывает тревогу у специалистов Прежде всего непонятно почему У нас есть собственная вакцина И не одна Как минимум их три Еще несколько разрабатывается И мы продаем их в другие страны И продаем, и дарим Но вот кто-то говорит Вот поэтому мы все отдаем бедным странам А себе не хватает А себе не хватает Но вот эксперт по фармрынку Николай Беспалов Говорит, что Насколько я знаком ситуации За рубеж в основном Поставляют препараты Которые Внутрироссийская система Вакцинации в данный момент Не способна Оприходовать Дело в том, что Параллельно с производством вакцины Еще и Ну инфраструктура нужна Да, у нас Большая страна Нужно доставить Успеть И вот этот процесс Доставки препаратов Организован Очень плохо И вот Инфраструктура Объективно не готова Ну у нас в Красноярском крае Насколько я знаю Через сеть губернские аптеки Доставляют вакцину И они как раз Помогают ее распространять По краю Потому что краевая сеть И в этом смысле Наверное нам Еще более-менее повезло Ну наверное так Практически во всех регионах Но мы каждую неделю Наверное да Практически делаем Материалы о том Что люди Не могут поставить И в поликлиниках Нет вакцины И это всегда новость Нам доставили новую партию Нам доставили новую партию Вот появилось Ждем потому что да А еще Говорят что темпы вакцинации От коронавируса В России связаны С общей усталостью От пандемии Ну тут подтверждаю Я тоже устал Точнее Еще и с недоверием К разработанным вакцинам Так передает ТАСС Слова президента Российской академии наук Александра Сергеева Вот он Я его процитирую Сергеев говорит Я уверен Не то чтобы Это какое-то недоверие К ученым А два момента Усталость что все прошло И зачем теперь вакцинироваться Когда закончился ковид-19 И такой русский авось Что меня это не коснется Говорит президент Российской академии наук Ну да И тут тоже вот такая Немножко странная ситуация Вроде бы в России Все закончилось У нас темпы Заболеваемости Идут на спад Но при этом В Европе Третья волна Начинается очень серьезно В Турцию не пускают Опять же Да Везде бушует коронавирус Очень много Заболевших Многие страны Европейские закрыты Не работает ничего И планируют Еще и меры Ужесточать Вот в Европе В Евросоюзе Говорят что Вот сейчас И в мае Будет идти одновременно Два процесса С одной стороны Из-за распространения Вот этой британской мутации По всей видимости Будет нарастать Третья волна И действительно Опасаются ее Вот Меркель говорит Она станет для нас Возможно Самой суровой Эта третья волна Поэтому Скорее всего Карантинные Меры будут Ужесточать И вводить Полный локдаун С другой стороны В апреле и июне Резко вырастут Темпы Прививочной Компании Так вот говорят Руководства Европейских стран Евросоюз С населением В 450 миллионов Человек Ожидает получить Примерно В три раза Больше доз Чем за январь И март То есть 360 миллионов Доз Это в принципе Соотносится С 60% Общего населения Что касается Америки По сведениям Федеральных центров Американских Более 39,5% Населения Штатов Получили Хотя бы уже Одну дозу препарата От коронавируса Примерно 25% Вторую Получили Президент США Джо Байден Обратился к американцам С призывом Без промедления Прививаться от коронавируса Уже не в первый раз Американцы тоже не очень охотно идут Говорят же, что мы все-таки похожи С нашими Заокеанскими Соседями Выступление главы государства Байдена было показано В воскресенье вечером В передаче телеканала NBC Одна из крупнейших сетей И оно было посвящено полностью вакцинации Да, вот у нас президент тоже привился Но пока непонятно чем И вот он не выступал Не говорил Что я привился Прививайтесь И вы тоже Возможно, этого не хватает Россиянам, чтобы пойти Тоже поставить укол Не хватает того, чтобы Президент сказал Открытости, да? Да Если вы так считаете Звоните 200-00-65 Мы пока продолжим И есть еще поговорить Про страну Зарубежную Которая достаточно Ну, наверное Можно сказать, что лучше всех в мире Справляется с Вакцинацией Это Израиль Там, по данным Ученых Количество новых заражений Среди пожилых и молодых Израильтян В феврале-марте Этого года Резко уменьшилось Через два месяца После начала вакцинации Количество заражений Снизилось на 77% А тяжелых случаев Ковид на 67% Вот и считается, что Израиль Одним из первых В мире Начал полную вакцинацию Населения Они проводили ее В торговых центрах На улицах В парках В больницах Естественно Об этом рассказывали Нам не раз В эфире ТВК На данный момент Первую дозу получили Более 5 миллионов человек Вторую Более Почти 5 Еще 5 миллионов человек Это препарат Пфайзер И говорят, что это Личное достижение Бениамина Нетаньяху Потому что он Ситуацию педалировал И он звонил Главе Пфайзер Даже говорят по 30 раз И среди ночи Да И уточнял все время Можно ли школьников А можно Можно ли то Можно это И он Вот как бы Своей настойчивостью Бесперебойные поставки У них Пфайзер И сам привился И всем показал В общем Предлагаем узнать точнее Что происходит в Израиле У человека Который там проживает И знает Больше Борис Бриль Врач-анестезиолог На связи Здравствуйте Здравствуйте Расскажите пожалуйста Вот Какими темпами У вас идет вакцинация Правильно ли мы Озвучили данные Сколько Процентов населения Уже привито На сегодняшний день 55% Населения Привито Двумя дозами Плюс Одна неделя То есть Это когда идет Полная реакция На вакцину Выработка антител В Израиле В районе 140 человек В сутки Заболевают Коронавирусом Основная масса Это дети Школьники Все отделения Коронавирусные Закрыты Последняя Сегодня закрылась В больнице Адаса В Иерусалиме Есть госпитализированных Людей По минимуму У нас все открыто Никаких ограничений Нету Масочного режима Нету Резкое снижение При том что У нас тестируют В районе 60-70 тысяч Населения В сутки И 140 где-то Человек Заболевших В сутки Из тех Которых Вакцинировали Старше 60 лет Это 95% Населения Старше 60 лет Вакцинировано Нету людей Которые Попадают С коронавирусной инфекцией За исключением Тех Которые По тем или иным Причинам Получают Какую-либо Терапию Которая Мешает Выработке Антител Без Особых Противопоказаний К вакцинации У нас нету Никаких проверок Все шло Массово По 200 тысяч Людей В сутки Прививали Борис Скажите пожалуйста Если не брать В расчет Конечно же Какие-то Культурные Различия То Почему Израильтяне Почему Этот народ Гораздо охотнее Пошел Прививаться Может быть Заставляли Может быть Было давление Со стороны Работодателей Или все Что мотивировало Что мотивировало У нас все Абсолютно Добровольно И Те же права Что имеет Вакцинированный Невакцинированный Переболевший Или невакцинированный И который Сдает ПЦР-тест Одинаково Доступно Все Следующий Момент Ну Скорее всего Доверие к системе Здравоохранения У нас нету У нас Просто верят врачам То есть у нас Каждый врач Несет уголовную ответственность За то что он говорит За то что он делает И В каждом месте Где вы были В Израиле В центре На севере В юге В любой деревне Семейный доктор Будет говорить То же самое Что и В центральной больнице Эпидемиолог У нас Слова Основаны Только на исследованиях И только на доказательной Медицине Такое Evidence-based medicine Действительно ли Вот итоги Этой массовой вакцинации Которая у вас Наполовину Я услышал 50% 55 Да 55 Действительно ли Они уже позволяют Следить за Такой позитивной динамикой И количество Выявленных случаев Резко снизилось Сказали Вот как По нашим данным На 77% Упало Это правда так? Уже упало Гораздо больше Если мы говорим С февраля Да На сегодняшний месяц В 20 раз Упало Только По сравнению С месяцем назад Вакцинированный Вакцинированный человек Имеет гораздо больше Спектр защиты Гораздо больше Количества антител И против разных Вариантов Мутаций В том числе И британской Как всегда В общем-то Всегда это было при вакцинации Что спектра защиты Гораздо больше Борис Борис Нам еще интересны Чисто вот такие Практически бытовые Даже вещи Вот как проходит Вакцинация У вас Где можно сделать В клинике На улице В учреждении У себя В офисе Бесплатная ли она Вакцинация Полностью Бесплатная У нас У нас и лечение В больницах Граждан Тоже абсолютно Бесплатное Вакцинируют Всех желающих Которые находятся На территории Страны Даже если это Туристы Или нелегалы Это не имеет Никакого значения Каждый человек Который попадает В больницу Он обходится Государством Гораздо дороже Чем вакцина В любом случае Даже с экономической Точки зрения Но и также Это потенциальная Угроза здоровью Людей Израиль Это все Очень четко Принял И почему Допустим Опять же В Европе И мы же Это все видим Информация Вся открыта И почему В Европе Третья волна У ковида Есть сезонность Как бы Потеплеет Становится Больше сезонность Она связана Также с передвижением Людей С более массовыми Собраниями И в Израиле Это все делали Как бы На открытых площадках В поликлиниках Вакцинация Занимала в районе Пяти минут Измерение температуры Опросник Из четырех вопросов Есть ли аллергия Тяжелая На составляющие Препарата Есть ли Высокая температура Болеет Или был ли В контакте С коронавирусным Больным Последние Десять дней И все Три-четыре минуты И домой Просто у вас Нет сайта Госуслуг Через который Можно записываться Большое спасибо На связи был Врач-анестезиолог Из Израиля Борис Бриль Который рассказал Как дела с вакцинацией Стоят в этой стране Потому что Она считается Мировым примером У нее сейчас Уже 55% населения Привито двумя дозами Если я все правильно Услышал Да и в 20 раз Снизила заболеваемость По сравнению С прошлым месяцем Про госуслуги Ты говорила Мы обсуждали С коллегой Олей Тепляшиной Она живет В Девногорске Записалась Через госуслуги На прививку Ну она говорит Записалась Была открытая дата Все Ей звонят Через день И говорят А зачем вы Записались Вы бы хоть узнали Есть вообще в наличии Или нет Она говорит Ну у меня в голове Даже не возникнула Открытая же была дата Нет Нужно звонить И узнавать Позвоните пожалуйста В понедельник И узнайте Есть ли вакцина вообще Да Ну При этом есть госуслуги Где вот Все время нам Каждый раз повторяют Записывайтесь Пожалуйста Через госуслуги У вас же Куча возможностей Сделать все онлайн Может быть Эти трудности Менее мотивируют вас Точнее Демотивируют И вы не хотите Ставить прививку Почему Чтобы заставило вас Пойти и сделать укол Звоните 200-00-65 Мы примем Несколько звонков В эфир Уже после Короткой паузы Прямой эфир Мы продолжаем Прямой эфир И сегодня Говорим О вакцинации К сожалению Темпы Не очень Серьезные Такие Это вызывает Опасения У специалистов На 65 Месте Наша страна Почему Вопрос Почему люди Не хотят Вакцинироваться Хотя и вакцина Мощная Говорят же Что она Очень эффективная Почти 98% Эффективность Утверждают И она есть Мы ее продаем И дарим Другим странам Вроде как Ну вот Люди Неохотно А вот в Европе Там Требуют Жалуются На правительство Что дайте нам Мы не можем Привиться И во многих странах Так А у нас тут Все вроде есть А мы не хотим Почему так Есть гипотеза Что дело в мотивации Во-первых У нас Сам гарант Президент Владимир Путин Не показал Сам процесс прививки Не рассказал Чем он прививался Во-вторых У нас С мотивацией В принципе У россиян Все тяжело И их Почему-то даже Не торопятся Как будто бы поднимать Хотя есть объявления В автобусах Я недавно слышал Они заменили Об опасности коронавируса Заменили на Необходимость Вакцинации Но все равно Если у вас есть Своя версия Что бы вас Замотивировало Может быть Материальное поощрение Лишний выходной 202 065 Присоединяйтесь К общению В прямом эфире Уже есть Дозвонившиеся Здравствуйте 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 Как вас зовут? Наталья Сергеевна Наталья, а вы поставили Прививку? Нет Почему? Ну потому что Я перенесла Очень тяжелое Заболевание Еще не восстановилась И я не хочу Оставить прививку С побочными Эффектами С температурой Я бы хотела Поставить Эпивак корону Но практически Ее поставить Невозможно А почему Вы думаете Что вот у спутника Более серьезные Противопоказания И там последствия Почему хуже Да, почему хуже Чем эпивак корона Ну я же вам говорю Побочные эффекты Температура Этого достаточно Чтобы человеку Который перенес Допустим инфаркт Тяжелый панкреатит И пока еще Я это все понимаю Просто вот такой Побочный эффект Есть даже у прививки От гриппа У любой прививки Она может вызвать Температуру И эпивак корона тоже Ну я хочу Поставить эпивак корону И возможности Ее поставить Просто нет Да Как ее поставить Ее сейчас доставляют Говорят что будет она Да Но пока только на север Да Ее доставляют пока что Только на север В связи с тем Что у нее С условия транспортировки А вы считаете Это правильно Что Великобритания Начала в первую очередь Ставить прививку Пожилым людям В группе риска А у нас В крае Эпивак корону Отправили на север То есть Абсолютно Никакой заботы О людях Из группы риска Да Никто не интересуется Никто не записывает Нас Понимаете А вы хотите Чтобы у вас Было право выбора Да Спасибо Да У нас есть еще один звонок Здравствуйте Вы в прямом эфире Так Это я Да Это вы Как вас зовут Николай Павлович Николай Павлович А вы привились Нет Но у меня Вот такие Свои Соображения По поводу Говорят Почему вакцину Отправляют за рубеж И не ставят Внутри страны Объясняю Потому что Идет чистая Коммерция Зарабатывание Денег Один укол Вакцины За рубежом Стоит Тысячу рублей Значит Чтобы привиться Две тысячи рублей А на наших Людях Много же не заработаешь А на что покупать Лексусы Чиновникам Вот Потом Второе Нет информации Вот есть телевизор Никто не пригласит Специалиста Спрашиваю врачей Насколько действует Вакцина На месяц На два На полгода А мы не знаем Не знаем Спрашиваю Хорошо Вот прошла информация И пиват Корона Это вакцина Для пожилых людей С осложнениями То есть у кого Хронические заболевания Говорят У нас ее нет Вот и все Да Вы действительно правы Пиват Корона Подходит Действительно Больше людям У которых Осложнение И для пожилых И ее действительно Пока не Ставят Да И вы правы Конечно Совершенно правы Что у нас Не хватает Просто информации У нас Минздрав Врачи Не хотят Приходить В эфиры Не хотят Комментировать Потому что Ничего толком И не знают У них нет Какой-то Единой стратегии Нет у нас Какой-то Компании Прививочной Информационной Сейчас правительство Занято Другими Компаниями Выборы Скоро Да и оппозиция Несистемная Что-то Поэтому Видимо Вакцинации Сейчас думают Уже в третью В четвертую Очередь Давайте подведем Предварительные итоги Голосования Которые мы Сегодня запустили Я напомню Мы спрашивали у вас А что бы вас Замотивировало Поставить прививку Может быть Мы все-таки Считаем Что дело в Мотивации И вот какие Как распределились Ваши голоса Уважаемые телезрители 9% Сейчас голосуют За то что Их замотивировало Лишний выходной Или какое-либо Материальное вознаграждение 13% Считают что Пошли бы ставить прививку Если бы им дали Возможность Свободно после этого Путешествовать И поваленное Большинство людей 78% Считают что Главной мотивацией Нужны гарантии Да гарантированный Эффект от прививки Это мы возвращаемся К вопросу Доверия К системе здравоохранения К институту К институту К который Это Разрабатывал Да Понятно что Прошло всего полгода Не было Третьего этапа Нормального Анализа Этой прививки Но при этом То что сейчас Сделано Нас уверяют Что эффективность Ее Почти 98% Но люди не доверяют Ради справедливости Нужно отметить Что и в Израиле И по всему миру Не было Третьих этапов Исследования Но там люди Все равно Видят Честные глаза Чиновников И честные глаза Врачи И доверяют государству И доверяют государству Давайте В Красноярский край Сейчас вернемся И поговорим о том Как у нас происходит Вакцинация Как дела Вот мы уже Рассказали Что Эпивак Корону Тоже когда-нибудь Будут ставить Так же как и Спутник Ви Но Пока что Ее везут Только в отдаленные Северные территории Повторюсь Потому что Условия ее транспортировки Гораздо проще Чем спутник Ви Спутник Ви Нужно транспортировать В минусовой Минус 18 Да Это можно В плюсовой Температура Да Это можно так Сегодня так же Еще наш коллега Виталий Поляков Позвонил В контакт Центр Минздрава И спросил Про ту и другую Вакцину Вот что ответили На данный момент Такой вакцины Нет В Красноярском крае Вакцина направлена В отдаленные районы Севера В Красноярске В городе Красноярске Есть вакцина Гамка Витвак На сегодняшний день Спутник Ви Витвак Корона Ожидается Пожалуйста Узнавайте Можете На сайте стопкоронавирус.рф Или по телефону Подробную информацию Узнать 8 800 2112 Кроме того Наша редакция Не раз С начала вакцинации Получала жалобы На то Что в поликлиниках То не могут записать То не получается Вот как у нашей коллеги С госуслугами Якобы вакцины Не хватает Но в Винздраве Заявляют Поставки просто Приходят мелкими партиями Не всем Хватает Среди Наших телезрителей Много людей Которые в принципе Не хотят ставить прививку По разным причинам Как мы уже слышим Казалось бы Темпы вакцинации Именно из-за этого Страдают Но в Минздраве Сегодня И чиновники И врачи Утверждают Что и не в этом Тоже проблема Красноярцы Якобы идут Охотно на уколы Вот что Рассказала Одна из заведующих Одной из поликлиник Вакцина у нас На 5 дней У нас идет Поступление Регулярное По окончанию Поступает вакцина Приезжаем Может быть Динамик какой-то Наблюдаете Больше Стало Обращаться Наоборот Больше Или нет Она просто У нас Не заканчивается Если Подходит К окончанию Вакцины Значит Новое поступление Да Вот я добавлю Что буквально На днях Пришла новая партия 10800 Доз Спутника ВИ И по поводу Эпиваккороны Запишите Пожалуйста Еще раз Телефон Где можно узнавать Когда эта Вакцина появится Телефон 8 800 2112 Можете звонить Либо заходить На сайт StopCoronavirus.rf И узнавать Когда у нас В городе Будет эпиваккорона Которую вы так ждете Но у нас есть Еще один звонок Здравствуйте Вы в прямом эфире Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Елена Ивановна Елена Ивановна Вы поставили прививку? Нет Я болела Тяжело Потом Оправилась Сдала все анализы Врач мне разрешила Поставить прививку И я записывалась Пару недель назад Но запись была Только на май месяц Где-то на 10 число По-моему Но мне повезло Немножко Кто-то заболел Увезли В стационар Положили Человека С аппендицитом На его место Меня записали На 28 апреля Так что Немножко пораньше Вакцинируюсь А какая поликлиника У вас? А в Северном Вторая Вторая поликлиника В Северном Елена Ивановна Скажите Что стало для вас Вот ключевым Таким Да Мотиватором Почему вы будете Ставить прививку? Простите Я из семьи Медиков В старское время Они шли Очень туго Это же Люди Как-то опасаются Доверия Такого нет В общем-то Нашей медицине По-моему Рухнуло Уж основательно Доверие В 90-х Перестали верить Мы же до сих пор Ни таблеткам Не верим Ничему Я инвалид Второй группы Мне довольно трудно Я много препаратов Принимаю И я знаю Что часть из них Просто Приходится выбрасывать Покупаешь Но при этом Вы доверяете Да Конечно Я просто считаю Это необходимым Понимаете Дело в том Что Ну да Но не существует Ни одной вакцины Даже ОСПА То С чем мы уже Вроде бы Поборолись Но не существует Такой вакцины Которая бы давала 100-120% Нет конечно Какой-то выпад Обязательно бывает Всегда везде И хоть Израиль возьмем И хоть что возьмем И везде И это будет так Спасибо вам Только Единая Россия Может выдает 146% Может Очень интересно Когда человек Из семьи медиков И по всей видимости Сам относящийся К этой сфере Тоже констатирует Факт Что нет доверия К врачам И к медицине К таблеткам И в целом К здравоохранению Мы продолжим Принимать ваши звонки 200-065 Набирайте уже сейчас Номер телефона А после короткого Блока полезной информации Мы вернемся в эфир Прямой эфир Мы продолжаем Прямой эфир Сегодня говорим О вакцинации Почему так Мало желающих Ну по сравнению С другими странами У нас в России Почему И чтобы вас Замотивировало На прививку Вот сегодня Мы проводим голосование Выходной Материальное вознаграждение Возможно Свободно путешествовать Или гарантированный Эффект прививки Или у вас какой-то свой Другой вариант Пожалуйста Высказывайтесь У нас есть Элитеритель Который хочет это сделать Без проблем Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Галина Галина Скажите Вы поставили уже прививку? Да Я поставила Первый укол у меня был В январе Второй был 13 февраля И я вообще Почему-то Поражаюсь Почему А нас беспокоится Особенно Кому нам За 60 Уже 5 Нас беспокоится Я пришла Меня спросили Здоровья Врач осмотрел Прослушал Давление Смерил Анкету Заполнили Все для нас А люди не идут Сами между собой Нагнетает обстановка А не поможет А зачем А еще что-то И я даже всегда В автобусе Если еду И не увижу Человека без маски Кондуктору говорю А вы почему Ему Не делаете Замечания Я например Считаю Что мы должны Ставить эту прививку Чем она плохая Что Что она дает Почему Начинают Какие-то Разговоры вести Я вот поставила Ничего Со мной не было Ни температуры Ничего Все нормально Правда Перед первым уколом Как-то переживала Думаю Что это такое Да как Это так Что ни разу Никогда в жизни Не делала Прививки Поэтому конечно Я переживала А так я считаю Что надо Идти Поставить Галина Извините за вопрос Но я все-таки Осмелюсь спрошу Сколько вам лет Ой За 70 Это я к тому Чтобы другие Телезрители Которые переживают Тоже о своем возрасте И о том Как перенесут Пусть не переживают Туда спокойно Поставят Спасибо А вот в вашем окружении Галина Последний вопрос Наверно много Кто поставил Прививки Вы знаете Мы же сейчас Редко очень общаемся Только по телефону Но вообще Несколько человек Уже Вот мои знакомых Уже Поставили Спасибо вам Галина У нас есть еще один звонок Здравствуйте Вы в прямом эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Валерий Павлович Валерий Павлович Вы поставили прививку? Нет Не могу поставить Почему? Обратился 15 апреля В поликлинику Номер 7 Меня записали На 20 мая И вы ждете пока? Ждем 35 дней Надо будет ждать То что вы Освещаете Не совсем Наверно Потому что Люди Наверно хотят Привиться Но Как-то Получается Не так Валерий Павлович Ну о том Что вакцина есть Нам заявляют В Минздраве Говорят Что ее подвозят Чуть ли не каждую неделю А вот выясняется Видимо что А вы пробовали Кстати в другую поликлинику записаться Потому что Другую Не это самое В Минздрав я звонил Так Наш Что вам ответили? Мне объяснили так Что Вы Чаще звоните В свою поликлинику Возможно Вас Передвинут Да Ну вот Сейчас нам сказали Пришла Новая партия 10800 доз Может быть А будет ли она В седьмой поликлинике Непонятно Вот видимо вам нужно звонить Да и вообще Как нам говорят в Минздраве Не обязательно Если в вашей нет Может быть где-то есть Можно бегать по городу И искать где есть Да Обзвонить другие поликлиники Валерий Павлович Как вы считаете Почему Некоторые люди Все-таки Есть такие Которые неохотно И очень много молодежи И людей среднего возраста В соцсетях пишут Что не буду я ставить Вашу прививку Какое-то недоверие Чтобы таких людей Могло замотивировать Вот вы почему пошли ставить Ну каждому в голову Это самое Не залезешь Почему он не хочет Ставить Всем маленьким детям Ставили прививки Вообще В советские времена И все было нормально То есть вы потому что надо Надо Правильно Спасибо вам Валерий Павлович Сегодня в течение эфира Мы запустили еще и голосование В котором пытались выяснить Все-таки какая мотивация бы Сработала Сработала И вакцинация бы пошла быстрее 8% Вас, уважаемые телезрители Проголосовали за тот вариант Что Нужен выходной Или деньги Да, или материальное Какое-то Вознаграждение 13% наших телезрителей Считают Что поможет Если после вакцинации Будут пускать В другие страны Отдыхать Путешествовать Будет какой-то Сертификат Пропуск Код И 79% Людей считают Что Для того чтобы пойти Поставить вакцину Человеку нужно лишь Быть уверенным В том что она Эффективна и безопасна И это наверное С этим фактом Никак не поспоришь Никакие Ватрушки Как говорится Не заставят человека Пойти И чем-то Вот как пишут У нас в соцсетях Чем-то неизвестным У колодца Кроме того Как быть уверенным Что это поможет Ну да Наверное Вот как ты И зачитывал Да уже Цитату Примерно Вот В таком Направлении Что Нет Это недоверие Не конкретно К спутнику Ви Или Пиваккароне Или к чему-то еще Конкретному врачу Поликлиники Это недоверие И не только К системе здравоохранения А вообще Государству Системе Здесь Срабатывает И вот эти Госуслуги Да Зависающие И Что нет вакцины И Непонятно Почему у нас Очень мало Сейчас Оправдали Потому что В Европе И в Америке Там Третья волна А у нас Что происходит Какие-то вещи Потом Почему президент Не говорит Чем он привился Когда И почему Не показывает Да Свою руку Очень много Факторов Срабатывает И люди А вот А зачем Я для себя В течение Прямого эфира Этого Как раз Поставил Очень важный вопрос О котором Не задумывался До этого В администрации Президентов В Кремле В правительстве В Минздраве Есть отличные технологи Которые отрабатывают Различные темы Они заставляют народ Поверить в разные вещи Посмотрите Госканалы Но почему-то Поверить в прививку Заставить Никто не может Ни один супер Технолог И ни один Киселев Завтра Будет Послание Президента Федеральному собранию Говорят Что в основном Будет Посвящено Это послание Как раз Борьбе К борьбе С ковидом Все это Ковидные теми Может быть Там президент Нам скажет Чем он привился И всех вас Замотивирует Будем следить За этой историей И обязательно Послание президента Обсудим завтра В прямом эфире В 21.00 Ну а пока На этом все